Глава региона подчеркнул, День Победы остается главным праздником, объединяющим жителей страны. Сегодня в зале ветераны, труженики тыла, узники. Все те, чьими руками ковалась Великая Победа. Среди главных героев торжества и ветераны города воинской славы Анапы. Мы делаем все, чтобы наши дети знали настоящую правду об этой войне. Такую, какой она была, без переписывания истории его году кому-то ни было. И здесь великое счастье, что в первых рядах сидят еще ветераны, живые свидетели тех событий. Я хочу вам сказать глубокий поклон. То, что вы рядом, то, что сегодня молодежь еще имеет возможность пообщаться с вами и узнать, какой на самом деле была эта Великая Победа. И как нам досталась нашему народу эта Великая Победа. Низкий вам поклон. После торжественной части гостей праздника поздравили лучшие творческие коллективы Кубани. Театральные постановки о войне сменяли зажигательные военные песни и танцы. На втором этаже музыкального театра расположилась экспозиция, посвященная поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Специальный экспертный совет 20 апреля подвел итоги проекта. В результате на почетное звание лауреатов претендует более тысячи человек по пяти направлениям. Среди них и анапчане, чьи имена достойны войти в историю родного края. Анапская экспозиция получилась самой зрелищной и масштабной. Она привлекала внимание. Каждый желал сделать фото на память именно возле нашего стенда. Она попомнит своих героев. А герои, дожившие до наших дней, благодарны городу за память. Я благодарю организаторов, которые сегодня, накануне Дня Победы, организовали эту могучую встречу, не забывая наших отечественников, фронтовиков, тех людей, которые не вернулись с пола боя. Большое вам спасибо, благополучие, мирное небо и без войны. Но, пожалуй, самым главным и неожиданным подарком для наших ветеранов стало персональное поздравление губернатора края. После всех торжеств Вениамин Кондратьев лично поприветствовал каждого участника анапской делегации, поблагодарил ветеранов и поздравил с Днем Победы. В ответном слове краевед Валерий Валиев подарил главе региона книгу памяти Анапы. По словам участников делегации, эта поездка стала еще одним ярким и запоминающимся событием в череде праздничных мероприятий.